всем доброго дня совершенно тебя я на саша потому что я не очень выгляжу я приболела арсенал моих витаминов и таблеток будем запах и вкус у меня не пропал все в порядке будем кушать и хотим сегодня приготовить телятину вот саша тут уже немножко наготовил покажем вам да очень вкусно давно мы не делали еще венож надо тоже для нее достать это было очень много мы делали она здесь стоит или не здесь я не пойму это она нам там которая нужна крепленная да это вроде бы но сегодня вам покажем еще рецепт дамы и мы его давно делали очень давно саша нравится да мне понравилось это делали наши друзья так это давно же но у нас есть записанный рецепт все не хотим повторить вкус и запах у меня на месте надеюсь что все в порядке просто болит горло и какая-то слабость но сегодня поваляюсь и завтра уже надо вставать в строй приятного аппетита всем приятно саша почистил селедку вот смотрите тут и лучком заправил мама сварила картошку я хотел селедочки а себе взял я хотела так селедки прям мне так захотелось соленого это какой-то караул сынок идет со своим стулом я вот кстати спасают от цветочек если помните который мы сашей купили по распродаже в т.д. вот я его пообрезала все цветения его пообрезала такие листья у него плохие были надеюсь что теперь ему станет лучше пересадила его естественно вот видите он уже начинает пускать маленькие вот такие отросточки я посмотрел он везде начал их пускать внутри тоже поэтому думаю что все будет с ним хорошо единственно что он конечно не цветет тот который первым купили он до сих пор цветет все с ним в порядке поэтому нужно время чтобы он немножко вот видите ведь есть маленькие росточки вот они то есть мы просто ему нужно больше времени чтобы после того как его нора там не поливали не знаю но что-то плохо мы там совсем было теперь нужно ему акклиматизироваться но новые росточки есть я надеюсь что все будет с ним в порядке так мы уже покушали начали делать мясо сначала саша купил как это называется наверное кости и в телятина должна мякоть нам сейчас мы обрежем вот сюда то что нам не надо там косточка нужно ее обрезать нам будем варить и кинем туда эту косточку нам надо здесь только мякоть сейчас мы ее отделим этот рецепт всего лишь один раз когда-то готовила вот саша его опять захотел только теперь же захотел его саша и она саша будет готовить но у меня нет сил выражением лица нет сил реально вот кто мог поверить вот это уже вторая попытка приготовить это мясо мы же его хотели приготовить то мясо мы уже потом просто запекли в духовке вот саша сегодня опять пошел купил все остальные продукты мы уже покупали на все просто уже поднадоело такое однообразное это мы давно не делали мне он туда очень понравилось вот домучивает косточку это ты прямо такое положи ее мудку летчик с подняться туда я потом положил морозил прям это миску видите остался на мякоть но это я тоже скорее всего в общем пока мисс саша подготавливает мясо сейчас мы подготовим мясо и вам покажу теперь саша вот раздела разделил на две части до родилась часть теперь это мяско порежем на медальончик это тоже на бульон режем на медальоны такие чтоб они могли и прожариться потому что предварительно мяско будет обжариваться обжариваться вот такие медальончики мы его режем теперь чтобы и не толстые и не ты делала как раз это мясо не я мне кажется ты тонко режешь поэтому я тебе говорю розовенькая до телятинка молоденькая красивые медальончики получаются то не медальончик медальончики толстенькие кусочки но это это просто кусочки мяса телятина нормальный кусочек чем они на медальоны не похожи медальоны не такие медальоны кусочками нас окружены такие напишите кто знает медальоны это кусочки такие круглые мяско вот такие как толстенькие мясо порезал и теперь теперь мы будем обжаривать наши кусочки мяса с двух сторон с двух сторон до вот такие вот кусочки у нас получились эти может конечно чуть-чуть тонкие но для первого раза сойдет на большом огне обжариваем с двух сторон без всякого маринада без соли без ничего просто отжариваем мясо маринад у нас будет готовиться отдельно вот нужно поджарить до такой золотистой корочки и переложить продаваться для 5 жарилась со сковородочку надо взять любую форму для запекания до выложу и вылучат саша пока миссия не плотно до выложил сейчас он обжарит и уже более плотно их все выложит на противень для запекания пока мясо обжариваются нужно нарезать еще морковку соломкой достаточно большими кусочками и сразу можно поставить литр воды закипятить да пока нарезать овощи нарезаем овощи надо так уложить чтобы все поместилось поместится отлично какое красивое мяско уже получается ну и опять печечка вся заляпанная в мяско ну помоем мясо пока месть оставляем форме и будем ждать маринад маринада нужно нарезать морковку как вы уже поняли соломкой длинненько две большие штучки две большие морковки покажу режем лук кубиками морковку уже нарезал такими большими кусочками так и нужно большими резать все пропорции ингредиенты я напишу в описании под видео так теперь делаем маринад теперь ставим один литр воды и ждем когда она закипит как только закипела бросаем две столовые ложки овощной любой овощной приправы на данный момент нельзя 10 овощей любой овощной прикручиваем покипела наша овощная приправа добавляем туда наш лук и добавляем нашу морковочку как закипит бульон варим его 10 в течение 10 минут и сам бульон немножко еще присаливаем это делает каждый по своему вкусу нам нужно крепленое красное вино и его нужно 250 миллилитров уже почти десять минут прошло прошло уже десять минут да ну давай надо переливать уже теперь нужно это все распределить разложим его по сторонам красивенько чтоб везде у нас морковочки было везде чтоб одинаково как то так теперь приступаем к нашему вину а пахнет уже теперь отставляем да ставим нашу кастрюльку ждем когда вино закипит наше вино почти закипело да давай его будем поджигать сейчас будем поджигать подожгли вино горит почти выгодно да уже почти чуть чуть огонь все меньше и меньше как только уже потухло добавляем 70 грамм кисло-сладкого соуса и перемешиваем так же само даем ему закипеть так мы уже включили духовку на 200 градусов теперь Саша так слегонько сверху его как бы размешаем наше вино да дало нашему маринаду свой вкус и отправляем его в духовку на 40 минут Саша еще немного поперчит вот это для вкуса чтоб каждый как хочет это не обязательно можно делать это без перца на соль все остальное как говорится это уже и отправляем в духовочку на 40 минут достали с духовочки ароматы шикарно сейчас мы попробуем шикарно шикарно ломается саша без хлебушка не может да что ты хлебушек взял такая вкуснотища получилась ребят это очень вкусно вино добавлять такой вкус какой то неординарное но не туда за это понравилось очень вкусно теляринка теляринка получилось удивительно воздушная она разламывается буквально сколько там ну десять минут мы его обжаривали и 40 минут она тушилась в общем в принципе быстро и очень вкусно вкус напоминает тот вкус морковка дает сладость очень вкусно советую дома сделать в принципе не и морочек морковка лук мясо единственное вино которое придется купить думаю мясо есть у каждого дома ну в принципе телятина нужна но очень вкусно советую и пробуйте делайте а мы будем кушать всем приятного аппетита и да я сейчас тоже попробую я сейчас тоже попробую